Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 32 года, у меня большие проблемы с противоположным полом, а точнее страх быть отвергнутым мужчиной, из-за которого я никого к себе не пропускал. Когда я вижу симпатичного мне мужчину, я стараюсь избежать. Избегаю взгляды, сразу же опуская глаза и быстро прохожу мимо. Катаясь в себе, я поняла, что причина этого страха кроется в отношениях моих родителей. Отец часто оскорбляет маму, называя ее жирными, используя март в ее адрес. Мне всегда это было очень неприятно и обидно за нее, однако мама привыкла к такому обращению и просто игнорировать его обидные высказывания. Но когда я их слышал, мне слыша коробит очень неприятно. Раньше я всегда заступала за маму, папа очень обижался по этому поводу. От меня мама думала, что она настраивает меня против нее. Сейчас я уже молчу и не вмешиваюсь, но в подсознании крепко следит сам, в таких отношениях у меня были. Отношения, я, кстати, всегда исходил от мужчин. Сама я никогда не делала первый шаг, но когда они переходили в серьезные перспективы брака, я спросила, а можно ли преодолеть этот страх и как это сделать? Очень хочется быть счастливым, встретить своего человека и построить семью. Нужно посмотреть. Во-первых, цель. Цель вызывает вопрос. Потому что счастье человека не может зависеть от другого человека. Что такое свой человек? Тоже вопрос. Потому что вы говорите построить семью, то предполагается, что вы ищите мужа. Не личность, да, не партнера, мужа. Ну вот, что такое свой муж? Это вопрос. Второе. Поведение. Почему никогда не делали первый шаг? Это пассивность. Это изначально приучивание другого человека к нам и чтобы все зависит от него. У этого есть как позитивная сторона, так и негативная. Вот. То есть, опять же, если мы строим отношения не такие, как вы описали между вашими родителями, то, наверное, стоит смотреть в сторону именно вот первых шагов. Как минимум. Потому что таким образом за счет первых шагов вы устраиваете партнерские, равноправные отношения с людьми. Когда один человек только проявляет инициативу эту, уже не равноправные партнерские, соответственно, могут быть различные неприятные казусы в этой ситуации. Ну, казус-казус вот как раз по типу тех, о которых вы говорите, которые вы описываете. Я имею ввиду вот в рамках ваших родителей, например, например. Следующий момент. Страх быть, а страх быть отвергнутой. И связь этого страха, значит, с тем, как ведет себя папа по отношению к вашей маме. Честно сказать, честно сказать, я думаю, что вы несколько, знаете как, с плеча немного рубите, потому что, да, внешне это выглядит так, как выглядит. Но нужно понимать, что отношения бывают разными и нужно понимать, что то, как взаимодействуют между собой ваши родители имеют свои нюансы. В принципе, эти нюансы могут быть вам совершенно неясны, неясны вообще, в принципе. В принципе, эти нюансы могут быть вам не понятны. Ну вот. Поэтому, может быть, сначала имело бы смысл вот как-то у родителей спросить, что папа вкладывает то, что он говорит, что мама вкладывает в свое поведение. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения того, что вот вам неприятно, что папа на маму так реагирует, то тоже нужно разбираться, что именно вам неприятно. Как раз таки некая пассивность вашей мамы, я вот предполагаю, что вы хотели бы быть более активной, но не позволяете себе этого сделать и в итоге вот иметь то, что имеете. Вот. Следующий момент. Что для вас будет отношать отвержение и что такое отвержение? Далее, значит, как будто бы если смотреть на историю, которую вы рассказали относительно вот своих родителей, то ваша мама как будто бы не совсем, не совсем. Ну, что, ну, принимает себя, как будто бы, да, то есть вот. И вы, вероятно, что тоже себя, вероятно, не принимаете. Ну, в полной мере. Ну, несмотря на то, что именно вы себя не понимаете, я бы скорректировал. Ну, и последнее, касающе, собственно говоря, отвержение, собственно, отвержение, то я думаю, что это отвержение направлено от вас к кому-то. Например, вашему папа. То есть вот, понимаете как? Вот вы нам защищали. Ага. Папа, папа обижался. И, скорее всего, у него какая-то обида, она подавляла ваш импульс к, скажем так, к продолжению. Как бы, как бы, к продолжению защиты мамы, я бы вот так это сказал. То есть, ну, такое обвинение вас, да, сталкивается с тем, что вы не правы. После того, как вы сами замечаете и осознаёте, что не прав, что называется, другой человек. Да? В данном случае, вот, ваш ответ. Поэтому, вот эти чувства вам нужно выразить, на мой взгляд, совершенно не случайно, что прибавится отвержение, желая при этом отвергнуть кого-то самостоятельно. Вот. То есть, такое вот желание кого-то отвергнуть, да, ну, нормально. Такое вот выражение отвержения, это подавленная агрессия, блок активный, который вас формируется, ну, вот, в виде... ну... Ну, значит, ну, в виде... такой пассивности получается. Ну, понятно, что в данном конкретном случае, да, ну, вряд ли это что-то хорошее. Да. Вот. А самый лучший способ решить вашу проблему, это пойти на... на психотерапию. Ну, вот, пойти, пойти на психотерапию, ну, начать, собственно, эту самую, эту психотерапию. Вот. Вот. И, здорово, здорово, нам, а... дальше уже будет ясно, дальше вы сможете сделать какие-то шаги в сторону обратения себя и переориентаться немножко на другие, а... несколько целей и задач, вот, не те, которые сейчас умеют транслировать, вот. На этом всё, я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать особую работу. Обращайтесь.